Томские студенты сегодня вышли на уборку улиц. Идею привлечь бойцов студотрядов к этой работе предложил губернатор Сергей Жвачкин. Накануне сотрудники компании спецавтохозяйства провели добровольцам первый инструктаж. В каком графике будут трудиться учащиеся и как будут оцениваться их работа узнала Валерия Кулешова. Частота тротуара возле кадетского корпуса теперь на совести строя отрядов ЦИСТГАС у Алексея Журавлева. Он один из ста студентов, которых мэрия официально трудоустроила для уборки улиц. По договору подряда Лёша работает в компании спецавтохозяйства. Там же получает рекомендации специалистов и инвентарь. Метлу хранит прямо в комнате в общежитии. В круглодичный строит ряд, пошёл потому что нужны деньги. Ну то есть подработка какая-то, стипендии не хватает и родителей хочется разгрузить. Участок на улице Нахимова вдоль лагерного сада убирает студент Усура Артём. Ему, как и всем остальным дворникам, отвели площадь примерно в 2500 квадратных метров. Задача осенью убирать листовую мусор, зимой чистить на тротуаре и пешеходном переходе снег и посыпать песком. В плане студической жизни эта работа очень выгодная, потому что я могу работать в свободное время, когда сам захочу. Получается это в принципе неплохие деньги. Работа буквально час-два в день. В октябре убирать улицы выйдут 94 студента. 80 человек будут помогать спецавтохозяйству, а 14 – компания «Изеленстрой» убирать парки и скверы. Это работа и работа оплачиваемая. Ребята получат на руки 13 тысяч рублей, если полностью сделают норму, выработку. То есть, если при ежедневном осмотре мастером будет понятно, что человек убирался. В ноябре администрация города готова нанять еще 100 студентов. А зимний трудовой период мэрия для сплочения ребят даже планирует открыть спартакиадой. Валерия Кулешова, Антон Сухушин, Вести Томск.